Привет, друзья! Привет-привет, мои дорогие! Вот оказалось, что наверное, если хочу вам что-то рассказывать, то получается, что самое лучшее наверное, будет рассказывать, вот гуляя в лесу. Я уже, в общем-то, и так это поняла, что здесь как-то навевает вот эти, вот знаете, совсем другие настроения. И как-то сосредотачиваешься, здесь легко дышится. Каждый день дождь. Нет, я неправильно сказала. Каждую ночь дождь, друзья. Вы знаете, вот это странно, но это так. Вот днем еще как-то держится, видите, вот. Хоть и нет солнца, но держится плюс 18, и не идет дождь. А ночью льет. Я вот долго не сплю, иной раз слушаю. Просто полощет. А утром просыпаюсь, такое солнышко светит. И такая красота. И вот гуляем опять. На позитиве. Я вам, знаете, стала такую тему глобальную, в общем-то, хотела тут про любовь поговорить, но вы знаете, что что-то я подумала, а нужно ли нам так вот себя сейчас грузить, и вот так вот углубляться в это все, в эту всю историю. Потому что я сейчас вам хочу рассказать, друзья, свою самую-самую, наверное, первую историю. Вот опять усаживайтесь поудобнее. Еще один очередной скелет из моего шкафа. А те, кто не хочет слушать, лучше не слушайте, друзья. Поэтому вот я приглашаю только позитивных людей, не ханджей и не злых. Вот. Я хочу вам рассказать о том, а была ли у меня любовь. Вот, наверное, была. И вот как я сейчас уже для себя выяснила, что она, наверное, абсолютно не нужна, такая любовь, такие страсти. Вот. Значит, я влюбилась, это знаете, как вот у Пушкина есть Евгения Онегиня, там такие строки замечательные. Пора пришла, она влюбилась, как что-то такое в землю там зерно, проросла любовь. Ну вот, так и у меня получилось. Ну вот, и получилась-то любовь у меня с первого взгляда. Вот. Как-то говорить, верите ли вы любовь с первого взгляда. Ну вот, получилось, что у меня любовь получилась с первого взгляда. Это был мой первый муж, друзья. Значит, это, я влюбилась, когда мне было 19 лет, а до этого я была такой, знаете, недотрогой, скажем так, и, в общем-то, никого у меня не было. Были друзья какие-то, очень много влюбленностей каких-то детских, но это все что-то как-то мимо меня проходило, много было другого интересного, чего, что меня увлекало, скажем так. А тут я влюбилась вот в Васеньку, Васечку моего замечательного, прекрасного, которого я вот, к сожалению, уже не видела почти 40 лет. Вот. Грустная история, вот хочу вам, может быть, рассказать, а нужна ли она любовь. вот на этом вот своем примере поделюсь с Вами, что произошло со мной. Первый раз, когда я его увидела, это было в институте, на первом курсе, и, в общем, он опоздал, это у нас были уже целый месяц занятия в институте, вот, и он опоздал, он приехал на месяц позже, и еще, при том, мало того, что он опоздал на основные занятия, он еще и опоздал на лекцию. И когда тут они вошли с друзьями, хи-хи-ха-ха, зашли с опозданием, извините, все на них уставились, ну, и я в том числе. И вот, когда я его увидела, он невысокого роста маленького, метр шестьдесят восемь, всего лишь на все, у меня метр шестьдесят пять, представляете, да? Абсолютно не сказать, что красавец, друзья, я даже не знаю, что со мной случилось, но вот я его увидела, и все, и я влюбилась моментально. Ну, и так, вы знаете, у нас, не могу сказать, что взаимно даже, не было никакой взаимной любви, просто я влюбилась, а я такая, ничего себе была, девчонка, на меня обращали внимание, ребята. И поэтому, когда я тут с вытаращенными глазами на него смотрела, он, наверное, как-то у нас, вы знаете, я даже и не помню, как у нас все это получилось, но вот как-то приключилось так, что мы стали вместе, и настолько вместе, что мы гуляли целыми днями, держась за руки, и была такая любовь, вот как раз помните, вот эти вот, этот фильм Ромео Джульетта, который меня когда-то потряс в свое время, и я, посмотрите, кто не видел, мелодия такая. Ну, знаете, да? И вот эта вот мелодия, и, в общем, наверное, опять моя романтическая натура, и любовь такая была, что мы ходили на все лекции вместе, мы не разлей вода, глядя друг в друга в глаза, мы приходили, садились, держались под партой за руки, ну, в общем, это было что-то, друзья, я была влюблена, просто, наверное, не знаю, он оказался моим первым мужчиной, а я у него оказалась первой женщиной, это тут как-то все у нас так сошлось, в общем, в общем, было все прекрасно, вот, а потом получилось так, что, и получилось, что жить-то нам было негде, и мама моя была против, потому что, когда я привела Васеньку своего, он жил в общежитии, он сам был из Грозного, я его привела, а я жила дома с родителями, познакомить с мамой, вернее, даже не с родителями, тогда родители развелись, мама одна была, вот, ну, и, как бы, он ей не понравился, и она сказала, что, боже, ты что это такое, что с тобой происходит, ты такая видная, а тут привела какого-то, шипсдика, как она сказала, коротышку, и что это вообще такое, у тебя такие ребята были, у тебя такие были красивые ребята, а ты тут, короче, в общем, она меня заплевала, вот, и, конечно, уже, когда я сказала, мама, я хочу замуж, ничего не получилось, она сказала, ни в коем случае, ты что, только институт закончить, а потом думать, маму я свою боялась, я ничего не сказала, вот, представляете, такая вот у нас была семья, да, скажем так, мы жили, я жила у себя дома, он жил в общежитии, и вот так вот иногда где-то встречались, у меня моя подруга была такая, самая лучшая, она иногда нам предоставляла свою квартиру, там бабушка у нее, она жила с бабушкой, куда-то уезжала ее бабушка, и мы вот ночевали у нее, и вот так вот где-то что-то, какими-то урывками, ну можете себе представить, да, вот, и потом как-то тут однажды, я поехала в Москву с мамой, и тогда, в общем, я и не бывала в Москве, и мне хотелось, и когда я сказала Васе, что говорю, Васю, я поеду в Москву, кое-что купить, тогда скупались в Москве, все покупали, вот, и он сказал, ну а как же я, я говорю, ну господи, ну ненадолго же, чего тут такого-то, надо иногда, ну и вот я уехала, и всего лишь на все, когда я приехала через неделю, оказалось, что он там переспал с первокурсницей, и что он мне изменил, и самое интересное, что как знаете, у нас же тут сразу сердобольные такие, появляются, которые тут же это все мне доложили, мне тут же позвонили, я не успела шагнуть шаг, и как бы я соскучилась, где мой Васечка, а мне позвонили мои подружки, так, в скобочках, да, в кавычках, и сказали, а ты представляешь, он там с Жанкой переспал с первого курса, так что вот, переспал, переспал, твой любимый Васечка, а ты говорила, любовь у вас навек, а вот, 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 короче, я, конечно, в шоке, друзья, это, в общем, даже не сказать, ну, вы знаете, даже если бы я знала, честно говоря, потом, что эту любовь я пронесу через всю свою жизнь, и сколько она мне сделает, как сказать, и хорошего, и плохого, а больше, наверное, плохого, и что, в общем-то, я всю свою жизнь сломаю из-за этого, я бы, конечно, все простила, и ни в коем случае я его не отпустила, но получается, что мы максималисты, молодые максималисты все, как это так, изменил, Боже, предал, Боже, как вообще, ну, и, в общем, когда случился разговор наш с ним, я сказала, выкатила ему, как ты так, я примчалась, он мне сказал, что извини, ну, вот, я как-то вроде мы, как-то он так сказал, все это легко, вы знаете, вроде в любви, как он сказал, верности, мы не клялись друг к другу, ну, да, вот я такой, он мне еще даже сказал, что запомнила на всю жизнь его слова, что если бы я, наверное, был женщиной, девчонкой, я бы был бы проституткой, вот так классно, вот, и, в общем, да, да, он даже не, как сказать, он не отрицал, он сказал, что да, и даже ты знаешь, она мне так нравится, я прям в нее влюбился, извини, вот сердцу не прикажешь, ну, вот представляете такие вещи, ну, и все, и получилось так, что я простить не смогла, я ушла, и, а уходить-то что, он себе остался в общежитии, а я себе была, жила дома с родителями, и я страдала, и я мучилась, и я рыдала, как белуга, каждый день, ну, и вот, это вот так вот я прожила, наверное, целый год, мы встречались иногда, с Васей, конечно, ну, как иногда встречались, мы встречались постоянно на лекциях и везде, но там уже у нас пошла, знаете, вот эта вот преддипломная, вот эта вот как бы практика, да, или что там, то есть, не очень много у нас было всяких совместных там с ним лекций или чего, но, в общем, когда вдруг мы с ним сталкивались, он так виноват, всегда улыбался, а я не знала, о чем мне сказать, меня все трясло, в общем, ужасно было это все, и, пожалуй, наверное, это вот именно вот тот случай, почему я уехала так далеко, я нашла на карте самое далекое место, которое только было, это вот Архангельская область, Архангельск город, и я туда уехала, по распределению, чтобы быть как можно дальше, чтобы мне ничего не напоминало, про все, куда не пойду, везде у меня мысли только о нем, вот эта лавочка, мы тут сидели, вот тут мы первый раз поцеловались, вот тут мы первый раз там что-то ходили, мы тут это, в общем, воспоминания, они цепляли, и я так думала, что я уеду, и все это забудется, как говорится, не будет мне ничего напоминать, и все забудется, но тут вы знаете, опять же, никто же не предупреждал, что, и никто не обещал, что если я уехала, то я сердце-то свое с собой увезла, и как, все с собой и привезла, все свои расстройства, и все свои переживания, и получилось так, друзья, вы знаете, я даже сейчас понять не могу, как я могла так со своей жизнью поступить, но это было мне 22 года, когда я уехала, институт закончила, вот, и вы не поверите, я его ждала, аж до 28 лет, 6 лет я его ждала, представляете, ну, если учесть, что мы расстались, где-то еще, когда мне было 20, и до 20, ну, почти 7 лет я его ждала, я его ждала конкретно, и у меня никого даже не было, и мне тогда казалось, что, если я вдруг с кем-то пересплю, я имею в виду вот так вот, да, то я придам нашу любовь, и я придам Васечку своего, и как же тогда он вернется, и я что тогда ему как скажу, то есть вот такие у меня были идиотские мысли, представляете, и вот вы знаете, когда спустя столько лет я начинаю думать об этом, я просто в ужасе от того, какая я была дура, и как я могла вот так вот, самые лучшие годы своей жизни, друзья, практически спустить в унитаз, я по-другому сказать не могу, потому что, представляете, 22 года и 27, самые лучшие годы, когда и физическое, как говорится, твое состояние, и моральное состояние, все это только жаждет любви, и тело твое жаждет любви, и душа твоя жаждет любви, и все, и как было можно себя вот на такую ерунду, как сказать, самой себя вот заключить, знаете, в какую-то душевную тюрьму и пропасть, да, вы знаете, наверное, это был даже в чем-то мазохизм, я не знаю, как это объяснить, и почему так произошло, а тут еще, в общем, постоянно я со своей подругой, лучшей, переписывалась, и все спрашивала, как там Вася, как там Вася, что с ней слышно о нем, а он остался в аспирантуре, в институте, мальчик был очень умный, вот, и, короче, ну вот, чего-то все ждала и надеялась, я не переставала его ждать, вот, потому что мне казалось, что вот когда-то, что, короче, в общем, идиотизм был ужасный, и меня даже тогда, самое интересное, что мы жили тогда в общежитии, и у нас было, у нас было шесть девчонок, в трехкомнатной, огромной квартире, мы жили по две, по две штуки в комнате, и у нас было очень много тогда, морячков всяких, очень много ребят, и у нас были там застолья и веселья, и вот там я первый раз начала курить, друзья, и первый раз я водку попробовала, тогда раньше такого не было, у нас на юге водку-то не пили, а там меня научили, скажем так, вот, ну и, как бы сказать, да, господи, чего, а, и было очень много ребят, я не могу сказать, что, опять же, где-то кто-то не предлагал, какие-то встречи, какую-то дружбу, там, в общем, один тоже морячок, я помню, влюбился в меня, и меня все девчонки уговаривали, господи, да сколько ж можно, вот он так все в тебя влюблен, даже не знаю, не помню его имя, но я ни в какую, я Васечку ждала, и вот получилось так, что у меня даже там прозви, еще было, вы не поверите, памятник меня называли, меня называли памятник, потому что я была непреклонна, как гранитный мемориал, и вот сейчас, вы знаете, я все думаю, а нужна ли она, вот такая вот любовь, я вот почему и затронула с вами эту тему, потому что она-то меня посетила, как раз любовь, вы знаете, я даже что могу сказать, что, ну вот я ее через всю жизнь пронесла, а нужна ли она, такая любовь-то, которая порушила мою жизнь, вот представляете, мало того, что я просидела, как дура, ожидаючи своего мужа, шесть лет, потом я поняла, что уже ничего не вернется, что надо как-то свою жизнь строить, вот, а у меня было все настолько выжжено внутри, это хорошо называется, что я хоть во все тяжкие не пустилась, вот хоть и говорят, что любовь, она там, кого-то делает лучше, кого-то хочет, не знаю, я себя вот этой сказочкой тоже тешила, что как же, ну как же, если б я так не полюбила, если б вот таких чувств у меня не было, может быть я бы и совсем другая была, и не такая, и вообще плохая, а тут я все это прочувствовать, я же там у меня целый цикл стихов, вот этих всех несчастных, которые я тогда писала, в общем, одно за одним, ну там были страдания, конечно, еще те друзья, да и дальше потом, они не прекратились, вот, и вы знаете, самое интересное, что когда я, вот говорю иногда, что я три раза была замужем, то говорят, о боже, надо же, вот ты вот так, как, а я была три раза замужем, и ни разу не была я счастливой, и вот с мужчиной-то я замужем была, а с мужчиной я толком и не жила, вот какой-то ужас у меня, даже мне и самой не верится, как могло так получиться, и, наверное, в общем, понимаете, я его любила всю жизнь, всю свою жизнь, иногда забывала, иногда какие-то были небольшие такие перерывы, вот, с моим вторым мужем, я дочку родила, тоже я очень надеялась, что все будет нормально у нас с ним, ну вот, как-то не заладилось, тоже, может быть, как-то вам расскажу еще и про этот скелет, в моем шкафу, вот, а пока, наверное, вот так, про первую любовь, и нужна ли она, и я уже не уверена, друзья, а вы что думаете? Я хочу вам почитать стихи собственного сочинения, лирика такая, вот одно стихотворение, называется «Кружева», ты умеешь плести их кружева, чтоб в узоре сплетались слова, чтобы кто-то и пасмурным днем видел солнце в узоре твоем, мне б хотя бы немножко умения, мне бы чуточку больше терпения, мне бы тонкие длинные пальцы из хрустального звона бы пяльца, только этого нет у меня, и я могу лишь сидеть у огня, у камина тихонько мечтать, как бы мне кружевницею стать, я зажгу на окошке свечу, посижу, погрущу, помолчу, помечтаю о тех кружевах и несказанных мною словах, кружева, 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 все шепчу я во сне те слова, но украла их темная ночь, и не в силах никто мне помочь. Это стихотворение было написано 20 лет назад, друзья, но я его вот помню до сих пор, оно мне нравится, а вам? И еще одно стихотворение. Короткий миг короткой встречи для нас в тобой не стал счастливым, но все же мне ты в этот вечер казался милым и красивым. И эти редкие минуты, и эти странные свидания на бледном фоне жаркой ночи не лишены очарования. Быть может, все иначе будет когда-нибудь в кругу печали. Поймем с тобой, конечно, поздно, что мы друг друга потеряли. И вот однажды, много позже, когда совсем не нужно будет, туманным утром в душном склепе меня слова твои разбудят. Но у камина чужого счастья пускай другие греют руки. Устала я еще немного, и уж не вынесу разлуки. Вот такое вам, пожалуйста, для тех, кто сам когда-то писал стихи, для тех, кто любит стихи лирические, ну, вот такие вот легкие. Возможно, они имеют какой-то для меня, конечно, смысл. И я помню, кому я эти стихи посвящала. Это все моя первая любовь, которая длилась когда-то у меня очень долго, и которая практически повлияла на всю мою дальнейшую жизнь. Вот как раз мое стихонаписание. Это был тот период от 20 до, пожалуй, 29 лет. Я писала стихи и страдала. Вот так. Так.